Обречение и разручение сектантов. Кассета третья. О святых причащении. Но никакого любого причащения не нужно. Прочащаться нужно духовно, то есть Словом Божьем. Кто слушает и исполняет Слово Божие, тот и причащается Христа, тот имеет и жизнь вечную. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна 1 на 1. Кто исполняет Слово Божие, то есть причение Христа, тот и причащается Его. В словах евангелиста Иоанна вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Под Словом, разумеется, вовсе не Слово Божие, и не Священное Писание, а Единородный Сын Божий. Оттого и напечатано здесь Слово с большой буквы, а не с малой. В отличие на именование Сына Божия от Его учения, то есть Священного Писания. Только о Слове Сына Божия можно сказать, что оно было вначале у Бога, и что все произошло через Него, и без Него не начало быть ничего, что произошло. Ибо Слово Божие, то есть Священное Писание, появилось только при Моисее. И милость произошла не через Священное Писание, а через Сына Божия. Ибо не Писанием, а им, то есть Сыном Божиим, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И Он, Слово, Сын Божий, есть прежде всего, и им все стоит. Колоссиным 1, 16, 17. Что у Евангелиста Иоанна под словом с Божьей буквы? Разумеется, не учение или Священное Писание, а Сын Божий, принявший плоть человеческую и велевший нам причащать все его плоти. Это ясно видно из 15-15 стихов той же главы. Вот о каком слове говорит святой Иоанн в первой главе своего Евангелия. Он говорит о Сыне Божием, а не об его учении. Сектанты Писанное Слово Божие принимают, а тело и крови Живого Слова, то есть Сына Божия, не вкушают, ибо не исполняют того, что читает в Писании. В приведении слова Христа под хлебом нужно разуметь обыкновенный хлеб, которым питается человек, и который без насыщения души Словом Божиим не даст ей вечной жизни. Написано, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Матфея 4, 4. Слова не хлебом одним будет жив человек, сказанных Христом в пустыне дьяволу. Не могут относиться к причащению тела и крови Христовой, ибо о них Спаситель совсем иначе учил. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Иоанна 6, 51 и 58. Слова Христа дьяволу о хлебе нужно понимать так, как учил и святой апостол Павел. Пища для чрева и чрева для пищи. 1 Коринфянам 6, 13. Пища не приближает нас к Богу, ибо Царствие Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14, 17. Иначе сказать. 1 Коринфянам 14, 15. И в этих словах Спасителя, под пищей тленной, нельзя разуметь хлеб и вино в таинствах пресчищения. Как нельзя под пищей, пребывающей в жизни вечную, разуметь учение Христа. Чудесно насыщенный Христом народ искал его только потому, что всегда иметь, чтобы готовую пищу, хотя бы она с неба падала, как манна евреям в пустыне. Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иоанна 6, 34. Христос говорит народу, истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, как и в данном случае были хлеб и рыба, но о пище, пребывающей в жизни вечную. Таким образом, под тленной пищей здесь должно разуметь хлеб и рыбу, которыми насытился народ, вообще же обыкновенную пищу, утоляющую наш голод. А под пищей, пребывающей в жизни вечную, должно разуметь святое тело и святую кровь Христа, о которых он сам тому же народу сказал. Я есм хлеб жизни, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Иоанна 6, 48, 51. А что под пищей, пребывающей в жизни вечной, нельзя разуметь учение Христа. Это видно из слов Его. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Кроме того, об учении не сказал бы Христос «дам», а сказал бы «дал». И по учению свое Христос уже раньше этих слов преподал народу и ученикам, которые его веровали в Него. Довольно слушать Слово Божие, чтобы спастись. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшую Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5, 24. Совершенно верно, что слушающий, то есть поймующийся Слово Божие и верующего Отца, пославшего Сына, имеет жизнь вечную. Но беда в том, что сектанты слушают и читают, но не верят Слову Божие, в котором ясно сказано. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иоанна 6, 53. «Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут». Римлянам 2, 13. «Христианин не через причащение, а через Слово Божие очищается от грехов. Вы уже, говорит ученикам Христос, очищены через Слово, которое я проповедал вам». Иоанна 15, 3. «Слова Христа, сказанные святым апостолом, но уже очищены через Слово, совсем не значит, что христианин может спастись одним Словом Божиим, без святого причащения. Святые апостолы были очищены через Слово. Однако, как раньше Спаситель учил их, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». 6, 53 Иоанна «Так и после повелел им, примите и едите, сие тело мое, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемые в оставлении грехов». Матфея 26, 26. «Ясно, что без святого причащения, одним Словом Божиим, человек спастись не может». «Причащается Христа тот, кто хранит повеление Его, ибо сказано, общник по-славянски, по-русски причастник. Я всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твои». Псалом 118, 63. «Что касается приведенных слов 118-го псалма, которые сектанты толкуют в том смысле, что Бог общник или причастник людям и без причащения, лишь бы они боялись и хранили повеление Его, то в них, в этих словах псалма, в осени Господь называется общником, а так называет себя Давид. Иначе здесь говорится не о единении Бога с людьми, а о единении или общении Давида с праведниками, соблюдающими заповеди Господни. Хранит повеление Господне, хранит Тот, кто причащается истинного тела и истинной крови Его, по слову Его, «Се творите в мое воспоминание». Лука 22, 19. «Не причащением, а благодатью спасается человек, которую получает он через исполнение Слова Божия. Ибо говорится, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Евреям 13, 9. Здесь апостол Павел говорит не о христианах и не об их причащении телом и кровью Христа, а об евреях и их ветхозаветных жертвах, немогущих сделать в совести совершенным приносящего их, которые с яствами и питьями, и различными умовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Евреям 9, 10. То есть до того времени, когда Христос к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своей, стиве 26. Что в приведенных сектантами словах апостола Павла говорится не о святом причащении, от которого верующий получает самую великую пользу, жизнь вечную. Иоанна 6, 46, 58. Это ясно видно из дальнейших слов святого апостола. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии». Евреям 13, 10. Скинии служили не христиане, а евреи. Ясно, что здесь речь о них, об евреях и об их ветхозаветных жертвах, с яствами, питьями и обрядами, относящимися до плоти, от которых они не получили никакой пользы, ибо эти жертвы только напоминали о великой жертве Господа Иисуса Христа, принесенной на Голгофе за грехи всего мира. Причащение же под видом хлеба и вина тела и крови Христовой приносит ту пользу, что едущий их имеет жизнь вечную». Иоанна 6, 54. Нет, конечно, слова Христа о причащении у него тела и крови нужно понимать духовно. Причащается Христа тот, кто страдает за него и его учения. И под чашей, о которой говорил Христос на тайной вечере, нужно разуметь страдания. И Аташек немного пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да не милит меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26, 39, 52. «Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Марка, 10, 38, 39. В приведенных словах Христа действительно под чашей, разумеется, страдания. Но это вовсе не значит, чтобы и в словах Его, сказанных на тайной вечере, под чашей должно разуметь тоже страдания. Ибо на тайной вечере Христос употребил это слово в его прямом, собственном, буквальном смысле, что доказывается следующим. Если под словом чаша в речи спасителя на тайной вечере разумеется страдания, то при объяснении действий Христа, сопровождавших сказанные им слова с точки зрения самих сектантов, получится бессмыслиться. В самом деле, в Евангелии сказано, «Когда они ели, Иисус взял хлеб, благословеев, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Тримите, едите, съесть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета». Если под словом чаша в сектанте разумеет здесь страдание, то что же они разумеют под словом хлеб? Вероятно, тоже страдание. Но о хлебе сказано, что Христос взял ее в руки, преломил и раздавал ученикам. Можно ли взять руки страдания? Можно ли ее преломить? Конечно, нет. Сказано о хлебе, что Христос раздал его, а о чаше, что подал ее ученикам. По толкованию сектантов видит, что слова «раздал и подал» апостолом значит, что Христос причинил им страдания. Очевидно, что разуметь под словом чаша в речи Спасителя на Тайной Вечере страдание, это значит допускать бессмысленное и прямо кощунственное толкование Слова Божия, то есть толковать его к собственной погибели. Причащение тела и крови Христовой должно быть не чувственное, а духовное, умственное. Ибо Христос сказал, «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». Иоанна 6, 63. Не сказал Христос, «Плоть моя не пользует немало», а сказал, «Плоть не пользует немало». Ясно, что здесь говорится не о плоти Христовой, а о другой какой-то плоти. Да, своей плоти Христос и не мог учить, что он не пользует немало, она. Ибо немного раньше он сам сказал, «Если не будете есть плоти, сына человеческого, пить крови, не будете иметь в себе жизнь». Яна 6, 53. Кто же после столь ясных слов Христа может сказать, что его плоть не пользует немало? Только иеретикли совсем не верующего Христа человек. Для рассмотрения этих слов нужно прочитать Лукаш 1, 35. Когда Христос учил, что для спасения нужно вкушать плоти, во иудеи некоторые не верующие подумали своим плотским умом, что Христос даст им на съедение живое тело свое, на которое они смотрели, как на обыкновенное человеческое тело. Ибо и Христа считали только человеком. Они еще не могли возвысить со своим умом до той мысли, что Христос даст им для вкушения не простое человеческое тело, но ипостасно, не раздельно соединенное с Божеством. Ибо еще не верили в Него, как в Бога человека, рожденного от Девы, Марии, наитием Святого Духа. Не могли понять и того, что Христос даст им вкушать свою плоть под видом хлеба и вина, притворенных Духом Святым, в истинное тело и истинную кровь Его, как это впервые совершилось на Тайной Вечере. Вот почему Христос и сказал им, плоть, то есть простое человеческое тело, не пользует немало. Иначе, если бы Христос был только человек, а не Бога-человек, то тогда тело Его не пользовало бы немало, но соединенное с Божеством еще в очереди при Снодеве Марии от наитием на нее Святого Духа. Оно, принимаемое верующими, соединяет их со Христом и дает им жизнь вечную. Иоанна 6, 56. Оживотворяет их Духом Святым, ибо в ком Христос в том оживотворящий Дух Божий. Очень ясно объясняет рассматриваемые слова Христа Святой Кирилл, епископ Александрийский, когда говорит, одна плоть вовсе не может оживлять, потому что сама она имеет нужду в оживляющем, но она животворит потому, что соединена с животворящим словом. Творение Кирилла Александрийского, толкование Святого Евангелия, Иоанна 6, глава. Когда Спаситель велел нам есть плоть Его, то велел есть в буквальном, а не в духовном смысле. Выражение Священного Писания есть плоть, употребляемая в духовном смысле, всегда означает причинять кому-либо страдания. Например, «Слушайте главы Иакова и князья дома Израилева, выйдите плоть народа моего и сдирайтесь с них кожу их». Михея 1. Михея 3.1, еще Псалон 26.2, Галатам 5.15. «Причащение бесполезно, о чем говорит порок Оси. Губной и точила не будет питать их, и надежда на виноградный сок обманет их». Оси 9.2. Если понимать слова Христа о езении его плоти в духовном смысле, как понимают их сектанты, то получится величайшая бессмыслица. Пророк Оси говорит здесь не о причащении, которого в его времени могло быть, а грозит евреям и язычникам заидолопоклонство голодом, во время которого не будет у них хлеба, ни вина, что видно из предыдущего первого стиха той же главы пророка Оси. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодействие и дары на всех гумнах», говорит Оси, а затем предрекает им наказание. «Гумна и точила не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней». «Мы причащаемся, мы верим, что принимаем в преломлении простые хлеб и вино в воспоминания о страданиях и смерти Христа, как он сам сказал. «Сие творите в мое воспоминание» Лука 22, 19, 1 Коринфянам 11, 24. И как учит апостол, «Всякий раз, как вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господнюю возвещаете, доколе он приедет». 1 Коринфянам 11, 26. И православные, совершая Евхаристию, преломление, вспоминают страдания и смерть Христа, о чем, например, во время литургии моряся в алтаре священнослужителей словами следующей древней молитвой, поминающей оба сию спасительную заповедь. «Сие творите в мое воспоминание» И вся я же у нас бывшая крест, гроб, тридневные воскресенья, на небеса восхождения, одеснуя сиденья, второе и славное паки пришествия, твоя от твоих тебе приносящая, а всех и за вся. Но, следуя словам Христа и его святых апостолов, православные непоколебленно верят, что в Таинстве Святого Пречащения они принимают не простые хлеб и вино, и не знаки тела и крови Христа, а истинное тело и истинную кровь Его. Об восстановлении Святого Пречащения в Евангелии говорится следующее. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое в оставлении грехов». Патрия 26, 26. «Не сказал Христос о благословенном хлебе, но сие есть знак тела моего». Или о вине в чашу, которую он подал ученикам после того, как вознес благодарение отцу своему. «Сие есть образ крови моей». А ясно сказал, указывая на находящихся в плечистых его руках хлеб, «Сие есть тело мое», а не знак. И на вино в чашу «Сие есть кровь моя», а не образ или подобие. «Почему мы не должны верить, что в священном пресечении кушаем не простые хлебы и вино, а истинное тело и истинная кровь Христа? Ибо он сам так учил своих учеников». Так же об этом учат и святой апостол Павел. «Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение к крови Христовой. Хлеб, который преломляем, ну, если приобщение тела Христова». 1 Коринфянам 10.16 «Не сказал святой апостол, что мы принимаем хлеб и вино в преломлении только для воспоминания, но прямо сказал, что мы приобщаемся в нем тело и крови Христовой». А далее святой апостол поясняет, «Один хлеб», то есть один Христос, сказавший о себе, «Я ищем хлеб в жизни». Яна 6.35 «И мы многие одно тело, ибо все прищищаемся от одного хлеба», то есть Христа. Если бы христиане принимали в прищищении простые хлеб и вино, а не тело и кровь Христовую, то не сказал бы святой апостол, что все христиане прищищаются от одного хлеба, ибо простых хлебов, которыми прищищались во время святых апостолов, было столько, сколько совершалось в преломлении. То есть многие, десятки, сотни и даже тысячи. А апостол Павел говорит, «Все прищищаемся от одного хлеба». Ясно, что в прищищении подается верующим всегда один и тот же небесный, живой хлеб. То есть под видом хлеба и вина подается воплотившийся «Единородный Сын Божий». Творение Златоустом на 1 Коринфянам, том 10, страница 237. Еще о прищищении святой апостол так учит. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, а не против простого хлеба и вина? Ибо кто, если пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, то есть, что он принимает непростой хлеб, а тело Господне, оттого, замечает апостол, многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11, 27, 30. Там же беседа Златоуста, страница 277. Нам непонятно, как это хлеб и вина притворяется в тело и кровь Христа, оставаясь для наших чувств обыкновенным хлебом и вином, для нас ограниченных существ. Непонятно эта великая тайна, как непонятно соединение во Христе божеской и человеческой природы в одно лицо Бога-человека, как непонятно единство Бога при троичности в нем лиц, соединение души человеческой с телом, и многие другие тайны веры. Но мы должны верить, что притворивший воду в вино несколькими хлебами, насытивший тысячи народа, воскресивший мертвых и из ничего создавший мир Сын Божий, силен притворить хлеб и вино в причистое тело и кровь свою. Богу все возможно. Матфея 19, 26. Заметим, что притворенный в тело и кровь Христа хлеб и вино не только сохраняет свойственный им вид, но подвергается и переменам, как и Христос, будучи Богом, по человечеству своему испытывал изнурение. Иоанн 4, 6. Голод, Лука 4, 2. Жажду, Иоанн 3, 7. 19, 28. Сон, Лука 8, 23. И боль. Лука 22, 44. Когда сегодня слушаем, как говорят сектанты о причащении на своих собраниях, то они зачитывают по нескольку раз первое послание к Коринфянам, где говорится 10, 16, и что один хлеб причащаемся от одного хлеба, стих 17. Но ни разу не желает прочитать Евангелие Теяна, 6 глава, которая прямо говорит, что есть сей хлеб. Мы причащаемся простого вина, ибо Спаситель сказал о том вине, что было в чаше на тайные вечери. Истинно, истинно, говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое зиму в Царстве Божием. Марка 14, 25. Христос не мог назвать простым вином то, которое преподал своим ученикам на тайной вечере. Ибо он сам назвал его кровью своей, сие есть кровь моя. Очевидно, в приводимой сектантами речи Христос разумел то вину, которое пили с ним ученики его до установления причащения, и которое могло остаться на столе и после установления его. Это видно из описания тайной вечери самого точного и подробного повествователя событий Святого Луки, который, описывая тайную вечерю, говорит о двух чашах. Первую чашу Христос взял во время совершения Ветхозаветней Пасхи и подавая ее ученикам, сказал, примите ее и разделите между собою. После чего точно же прибавил, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного доколе не приедет в Царствие Божие. Лука 22, 17. А другую чашу Христос взял уже после вечери. Воза в благодарение Богу отцу, он подал ее ученикам, сказав о ней, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Или как у других вангелистах записано, «Сия есть кровь моя нового завета за многих изливаемая». Матфея 26, 27, Марка 14, 23. Следовательно, в словах Христа, сказанных при первой чаше, я уже не буду пить от плода виноградного, речь была о первой чаше, то есть о простом вине, а не о том, которую он благословил и назвал кровью своей. Итак, приводимые сектантами слова Христа о вине виноградном относятся к обыкновенному вину, которую пили Христос апостол до установления святого причащения, а не к вину благословенному, бывшему в той чаше, о которой он сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя нового завета за многих изливаемая в оставление грехов». Матфея 26, 27. «Ваше причащение неистинное, ибо апостол говорит, «Все причащаемся от одного хлеба» 1 Коринфянам 10, 17, а у вас на литургии употребляют пять просфор. Вначале употреблялось и семь просфор. Но это неверно, что говорите. У нас для совершения таинства по причащению употребляется одна просфора, из которой вынимается часть ее, называемая Агнцем, представляющая собой Агнца Божия, закону за грехи всего мира» Иоанна 1, 29. Когда вынимается из этой просфоры Агнец, то считаются молитвы, в которых воспоминаются все пророчества, прообразования и события, касающиеся рождения, страданий и смерти спасителя. Из остальных четырех просфор вынимаются частицы через Богородицы, святых, заживых и умерших, в знак единения их со Христом и между собою. Иоанна 17, 21. «Вы вторично мучите Христа, ибо прободаете копьем и режете ножом тело его во время преломления». Служители Алтаря Господни надрезывают крестообразный ножом и проводают копьем не тело Христово, а простой хлеб. Ибо эти священные действия они совершают во время первой части литургии, так называемой проскомидии, когда хлеб еще не присуществлен в тело Христово, что совершается уже в третьей ее части, во время литургии верных, когда священодействующий, благословляя Агнца и Чашу, молится Богу Отцу. «И сотворил бы хлеб сей честное тело Христа Твоего, а ежевчаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым». Разделяется же Агнец крестообразным ножом воспоминания о крестных страданиях Агнца Божия, взявшем на себя грехи мира, а проводается копьем воспоминания того, как воин пронзел копьем ребро умершему за нас на кресте Спасителю мира. Иоанна 19, 33. У вас неправильно совершается преломление, ибо тело и кровь Христа даются верующим не отдельно, как причащал учеников Христос, а вместе лжицею. Преподание верующим тела и крови Христа вместе или отдельно касается обряда, а не сущности таинства. Важно, чтобы то и другое были преподаны верующим, а не то, как будут они преподаны вместе или отдельно. Порядок преподания верующим вместе тела и крови Христовой лжицею, ложечкой, вызван в практике только необходимости. С одной стороны, охранить великую святыню от поругания неверующими, которые, по свидетельству Иоанна Златоуста, брали святые дары домой для волхвования. С другой стороны, невозможности преподать святое тело непропитанной и не смягченной святой кровью малым детям, которые в первые века христианцы допускались к причащению, как об этом свидетельствуют апостольские постановления. Книга 8, глава 13. И обращенный апостолом Павлом ко Христу Дионисий Ариапольгит в его книге о церковной иерархии 7, 13. Такой порядок вызван наконец удобством причащения лжица и иногда многих сотен людей за одной обедней. Так как тело и кровь Христова суть божественной духовной огонь, попаляющий недостойным причащающихся 1 Коринфянам 11, 29. И обращающие грехи верующих Матфея 26, 28. То пообъяснили Симеона епископа Соломикийского, лжица, который священнослужителю достает святое причастие с чаши, а означает собой те клещи, которыми некогда Серафим взял жертвенника горящий уголь, коснулся уст пророка Исаии и сказал, вот беззаконие твое удалено от тебя Исаия 6, 6 во священной литургии. Сектантам вообще отвергающим всякие обряды, а в этом случае гоняющимся за буквой обряда, нужно заметить, что и у них преломление совершается совсем не так, как совершалось оно на Тайной Вечере. Сектанты причащаются сидя или стоя, а Христос причастил своих учеников возлежавших за столом по восточному обычаю Иоанна 12, 2 13, 28 который теперь не практикуется ни у нас, ни у сектантов. Если сектанты хотят совершить преломление по одной предписания, то они должны причащаться полулежа. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцати учениками своими и когда они ели Иисус взял хлеб и благословив преломил и так далее. А если они изменили первоначальный обряд преломления, то почему же не может изменить его вселенская Христова церковь, от которой они самовольно отделились и которой дано Христу еще большее право, чем изменять обряды. Дано право затворять навеки двери рая для непокорных сынов ее. Матфея 18, 17 и Иоанна 20, 22 Наконец нужно заметить, что православная церковь допускает причащение под раздельными видами тела и крови Христовой. Так причащаются в алтаре священнослужители церкви, как преемники апостольского служения и цари как первые сыны ее. А мы, простые миряне, причащаемся тела и крови Христовой вместе лжицы, ибо так церковь постановила. Христос не вливал в чашу теплую воду, а вы вливаете. Мы этим подробнее возвещаем смерть Господню, ибо вливаем в чашу воду воспоминание того, что когда Христос умер, один из воинов копьем пронзил ему ребро, и тотчас истекла кровь и вода, Иоанна 19,34. Кроме того, вода часто обозначает в Писании благодать Святого Духа, Иоанна 7,37. Вливая в чашу теплую воду, священник молит Бога возгреть дар Божией веры Духом Святым. Православные священники растворяют в причащении вино водой для неразумных и скудоумных, как сказано, кто неразумен, обратись сюда, и скудоумному она премудрость сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Притчи Соломона 9,4. Мы не желаем быть неразумными и скудоумными. Чтобы правильно понять приводимое сектантами место и узнать, кто именуется в нем неразумными и скудоумными, нужно прочесть девятую главу притчи Соломона сначала. Премудрость построила себе дом, выкисала семь столбов его, заколола жертву и приготовила трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских, кто неразумен обратись сюда. Искудоумным она сказала «Идите, ешьте хлеб и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума». Стих 1-6. Под на семи таинствах, которые сучат священство, крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак и елеосвящение, в котором подается верующим благодать Святого Духа. Он заколол жертву добровольно, приняв смерть на кресте за грехи всего мира, уготовил трапезу сыновей в таинство Святого Причащения 1-й Коринфянам 10-21 и послал слуг своих, то есть святых апостолов, звать к трапезе всех скудоумных и неразумных, то есть неверующих, чтобы они оставили неразумие, то есть неверие свое, и пришли вкусить хлеба и вина растворенного водой, то есть святого тела и крови Христовой, и жили, ибо без Причащения человек не может иметь в себе жизни. Яна 6-53. Отсюда понятно, что неразумным и скудоумным не является неправославным, которое с верой является к трапезе, уготованной премудростью на тайной вечере, а те, кто отвергает святое причащение и не идет на зов премудрости. Вы не уважаете причастие, ибо у вас прощащаются не только ничего не понимающие дети, но всякие грешники, А апостол Павел говорит, да испытает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфянам 11-28-29. Это обвинение секантов совершенно неосновательное. Святая Церковь всегда учит верующих приступать к святому причащению не иначе, как очистив свои грехи на исповеди. Она всегда напоминает желающим причаститься со страхом Божием и верою приступите. Если же случается, что причащаются люди неискренно покаявшиеся в своих грехах или даже неверующие, то они сами и ответят за себя, зная, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. 1 Коринфянам 11-29. Можно помнить и то, что сказал Спаситель. Нездоровые имеют нужду врачи, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. ВК 5-31. Кто из сектантов может сказать о себе, что он приступает безгрешным к преломлению? Никто, кроме фарисеев стающего. Что касается причащения детей, то кроме вышеупомянутых свидетельств апостольских постановлений Дионисия Реопогита, говорящих о причащении детей в первые времена христианства, мы имеем на это прямое повеление Господа принимать причистое тело и кровь его всем людям без исключения. Если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Яна 6-53. Пейте, сказал Христос из нее, из чаши всех. Матфея 26-27. В Евангелии читаем «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал их, сказал «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть в Царстве Божие». Лука 18-15. При причащении приносят детей, чтобы Господь не только прикоснулся к ним, а соединился с ними вместе по его словам «Едущая мою плоть и пьющая мою кровь, во мне пребывает и я в нем». Иоанна 6-56. Сектанты не причащают свои детей, а чьи не хотят, чтобы они были со Христом, чтобы Христос пребывал в их детях и они в нем. т.е. лишают их Христа, а следовательно и вечной с ним жизни. Православные снова распинают Христа, если считают причащение умилостивительной жертвой, ибо Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, евреям 9-28. Христос вошел в нерукотворенное святилище и для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно с чужой кровью, иначе не бежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертву своею. Стихи 24-26. Освящены мы единократным примесением тела Иисуса Христа 10-14. Поэтому бескромная жертва излишня, она только унижает великую голгофскую жертву. В приведенных словах святого апостола Павла говорится не о таинстве святого пресчищения, а о голгофской жертве, которая сравнивается с жертвами ветхозаветними. Говорится, что в то время, как иудейские жертвы приносились ежегодно и не могли сделать совершенными приходящих с ними, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Евреям 10-1. Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. 10-14. Так что мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. Вторичность страдать за мир Христос уже не будет. Его голгофская жертва принесена раз и навсегда за грехи всего мира. Но святое пресчение Он велел творить всегда, доколе Он придет. 1-е Кориний, 11-26. Сказав при этом, что хлеб в причащении есть тело, а вино кровь его. В Таинстве Святого Причащения Христос не страдает вторично, а принимая бескровную жертву хвалы и благодарения, Сам притворяет Духом Святым освящаемый хлеб в тело и вино в причащую кровь свою, вкушая которое верующие соединяется с Ним для прощения грехов и получения вечной жизни. Сам Христос в этой духовной и бескровной жертве есть приносящий ее и приносимый, приемлющий ее и раздаваемый, как говорится об этом в одной из евхаристических молитв, считаемой священодействующим тайно во время пения хирургинской песни. Вторичный распинать Христа сидящего плоти своей на небесах одесной отца никто уже не может. Апостол Павел говорит, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Евреем 13.10 Если у христиан есть жертвенник, то, конечно, есть и жертва, которой они питаются. Эта жертва и есть именно святое причащение, которое получение святого апостола будет совершать у христиан всегда до скончания мира. Всякий раз, говорит он, когда вы едите хлеб сели, пейте чашу сию, смерть Господне возвещайте, доколе он приидет. 1 Коринфянам 11.26 Таким образом, в святом причащении Христос не страдает вторично, а сам притворяет духом святым хлеб и вино, приносимое ему, как умилостивительную жертву, в причистое тело и причистое кровь свою. Совершается священниками Евхаристия, мучий святой Иоанн Златоус, это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что тут совершал Христос этот человек. Ту другую совершает сам Христос. 7 том, страница 827. Совершенно духовная бескровная жертва, во время которой воспоминается страдание, и смерть Христа и приносится ему благодарение за них, не уничижает, а возвеличивает голгофскую жертву. Ибо как частым воспоминанием дорогих и близких нам людей мы только обнаружим доброе к ним чувство любви, так и воспоминанием во время Евхаристии о страданиях и смерти Христа мы обнаружим свою любовь и бесконечную благодарность ему за великую, за нас принесенную голгофскую жертву. Мы боимся вашего причастия, ибо в откровении сказано, и повел ангел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, сию головами и десятью рогами, и жена обличена была в парфиру, и богорелица украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и чистотой благовействую я. И начале ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Откровение семнадцать три пять. Мы боимся не о вашей ли церкви с ее грешниками говорится здесь, и не о вашем ли причащении. Напрасный и притворно кощунственный страх. Сопоставляя семнадцатую главу Откровения с двенадцатой мы узнаем, что святой Иоанн видел две жены, одна жена двенадцатая глава, обречена была в солнце, под ногами ее была луна, на голове венец из двенадцати звезд. Она родила младенца, которого хотел пожрать дракон семью головами и десятью рогами, и убежала от дракона в пустыне, где приготовлено было для нее место от Бога. Откровение двенадцать один шесть. После чего из этой жены произошла на небе великая война между архангелом Михаилом и ангелами его с драконом, то есть сатаной и его ангелами, которые были побеждены и извержены на землю. А другую он увидел святой Иоанн, сидящий на звере багряном, преисполненном именами богохулими, семью головами, десятью рогами, то есть сидящий на том же самом звере, или дьяволе, который преследовал первую жену, защищаемую архангелом Михаилом. Эта вторая жена и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Глава 17, 3. Она то и была мать блудницам и мерзостям земным. Она то и была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, то есть кровью христиан. Пообъяснилось святых отцов церкви под первой женой должно разуметь церковь Христова, а под вторую в столице языческого государства Рим 1, 2, 3. Построены на семи холмах семь голов Рим, Константинополь, Москва. Владычество вашей на десятью царствами десять рогов, предавшейся роскоши в огранице драгоценной камне и распутству мать блудницам и упивавшейся кровью христиан в течение почти трехсот лет, начиная от императора Домициана и качая Диоклетианом, пока не явился защитник церкви император Константин Великий, ввешив упорную войну с языческими императорами, победивший их и объявивший в 313 году веру христианскую господствующую. Творение Ипполита Епископа Римского Слово о Христе и Антихристе Страницы 41 и 65 что пожилые блудницы разумеется не церковь православная под чашей наполненной мерзостями не ее святое причастие как не боясь Бога дерзко и кощунственно говорят сектанты это видно из последнего стиха 17 главы откровения где ясно объяснено кто это вторая жена с чашей наполненной мерзостями жена же которую ты видел есть великий город царствующий над земными царями 17 18 таким великим городом и был древний Рим владычествовавший почти на целом миром о чем кощунствующие сектанты могли бы узнать из истории мы не можем допустить чтобы грешный священник мог притворить хлеб и вину в тело и кровь спасителя не священник притворяет хлеб и вину в тело и кровь Христа а сам дух святой всесильной благодатью своею священник только молит господа сие жители вселиться духу благодати на предлежащие дары еще приносим ти молится он в алтаре словесную сию и бескровную службу и просим и молим и милися деем то есть умильно усиленно умоляем не спасли духа твоего святого на мы и на предлежащие дары сия а дальше три же знаменной рукой креста образа предлежащие дары священник в чувстве глубокого благоговения просит отца небесного и сотворил бы хлеб сие честное тело Христа твоего а я не чаши сие честную кровь Христа твоего приложив притворив духом твоим святым силы и действия благодати святого духа не зависит от святости или греховности священнослужителей которые будучи грешны все таки имеют полученные через епископское рукоположение дар Божий 2 Тимофея 1.6 совершать святое причащение и этот дар сокровища сие носит в глиняных сосудах что преизбыточная сила была приписываем Богу а не им 2 Коринфянам 4.7 и ему скорее вот был вор Яна 16.6 а впоследствии предатель Христа однако ему как и другим апостолам Христос дал власть над нечистыми духами чтобы изгонять их и ему дал власть врачевать всякую болезнь и всякую немощ матфея 10.1 и ему вместе со всеми апостолами Христос сказал больных исцеляйте прокаженных очищайте мертвых воскрешайте бесов изгоняйте стих восьмой и о нем сказал Христос а если кто не примет вас и не послушает слов ваших то выходя из дома или из города того отрясите прах от ног ваших истинно говорю вам отрадней будет земле садомской и гоморской в день суда нежели городу тому не священные служители притворяют хлеб и вино в тело и кров Христа а по молитве их сам Бог Святой действия этого таинства совершаются нечеловеческой силою тот кто совершил их тогда на той вечере и ныне совершает их мы занимаем место служителей а освящает и притворяет дары сам Христос творение Затауса том 7 страница 827 вот когда он установил на таинство святого причащения еще раньше тайной вечери после чудесного насыщения питью хлебами двумя рыбами около пяти тысяч народа Христос обещал дать верующим причащение свое причистое тело и свою причистую кровь христос но установил он таинство святого причащения уже на тайной вечере предстраданиями своими когда они ели Иисус взял хлеб и благословив преломил его и раздавая ученикам сказал примите и идите сие из тела мое Макфея 26 26 Идя в чашу и благодарив подалом и сказал пейте из нее все ибо сие есть кровь моя но за это за мной их изливаемое восставление грехов откуда видно что причащение верующий принимает не простое хлеб и вино а истинное тело и истинную кровь Христа и слов самого Христа Иоанна 6 51 Особенно это ясновидные слов Христа сказанным на тайной вечере Матфея 26 26 1 Коринфянам 11 24 11 27 Почему святые причастия даются нам под видом хлеба и вина а не в виде тела и крови Потому что людям неприличнее было бы вкушать плоть и кровь Христа в настоящем их виде Этим могли бы многие соблазниться Как соблазнились там было многие из учеников Христа думают что он даст им вкушать плоти кровь в настоящем их виде а не под видом хлеба и вина Они говорили какие странные слова Кто может это слушать снижать снижать немощи человеческой Господь дает нам вкушать причистое тело и причистое кровь свою под видом обычной для нас пищи хлеба и обычного питья вина Какую силу излучение имеет Таинство Святого Пречащения Оно соединяет нас со Христом для прощения грехов и получения вечной жизни Без пресечения нельзя получить спасение Иоанна 6 51 58 Матфея 26 28 Еще Для чего совершаемое преломление Для воспоминания о жизни и страданиях и смерти Христа за нас грешных Лука 22 19 1 Коринф 11 24 11 26 По святому причащению как мы должны приступать Достойно то есть испытав свою совесть перед Богом рассказывавшись на исповеди во всех грехах своих и примирившись со всеми обижаемыми нами и обидящими нас Матфея 6 12 15 1 Коринф 11 27 А кто недостойно причащается что ожидает того На земле его ожидает болезнь и даже смерть А на небе суд и осуждение 1 Коринф 11 29 А до каких пор будет совершаться в церкви Христово святого причащения До Второго пришествия Христова Всякий раз когда вы едите хлеб сейте чашу сию Смерть Господню возвещайте Доколе Он приедет 1 Коринф 11 26 А кто имеет право совершать для верующих таинства святого причащения Только законно рукоположные преемники святых апостолов Епископы Церкви и рукоположные ими Пресвитеры поставлены для служения и совершения святых таинств 1 Коринф 4 1 Ефесярам 4 11 12 Святые отцены учители Церкви всех веков ее верили и учили что в Таинце Святого Пресвящения христиане вкушают не простые хлеб и вино а истинное тело и истинный кровь Христа даже отделившиеся еще в первые века Церкви христианские общества например Настариане Яковито Армяне Копты и другие сохранила себя веру в то что они причащаясь принимают тело и кровь Христа такое же учение содержится в сохранившихся древних литургиях литургии апостола Якова евангелиста Марка и других это показывает что вся Церковь первых веков христианства не так учила от причащений как учат заблудшие наши сектанты а учила так как и теперь учит православная Церковь можно было бы привести многочисленные свидетельства святых отцов и учителей Церкви о том что во святом пресещении верующие вкушают причистое тело и кровь Христа но для нас достаточно было бы привести свидетельства тех из них которые жили в первые века христианства когда как думают сами сектанты и была истинная вера на земле ибо они во всем обвиняют Константина Великого все отступления валят на него Игнатий Богоносец ученик святого Иоанна Богослова обличал юритиков дакетов отвергавших действительность страданий Христа следовательной причащения учил они удаляются от Евхаристии причащения по той причине что они признают что Евхаристия есть плоть спасителя нашего Иисуса Христа пострадавшего за наши грехи который воскресил Отец по своей благости почему против дара Божия они умирают в своих изысканиях между тем полезнее было бы им участвовать в Евхаристии чтобы воскреснуть писание мужей апостольских послания к Смирнянам страница 304 говоря же о том кто имеет право совершать таинство святого причащения святой Игнатий учит только та Евхаристия должна почитать все истины которые совершаются епископом или тем кому он сам предоставит это там же глава 8 страница 305 святой устин мученик так учит о причащении пища это называется у нас Евхаристией благодарением мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье но как Христос спаситель наш слово Божие воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего таким же образом пища это над которой совершено благодарение через молитву слово Его и от которой через употребление получает питание наше плоть и кровь есть как мы научены плоть и кровь того же воплотившегося Иисуса ибо апостолы в написанных ими сказаниях которые называются Евангелиями предали что им было так заповедано Иисус взял хлеб благодарил и сказал это делайте в мое воспоминание это есть тело мое подобным образом он взял чаши и благодарил и сказал это есть кровь моя и подал им одним Юстина Мученика пункта 65 66 святой Ирине Леонский опровергая уже учения еретиков гносиков пишет если не спасается она плоть то значит и Господь не искупил нас своей кровью и чашей в Харистии не есть общение крови его и хлеб который мы преломляем не есть общение тела его так как мы его члены и питаемся его творением а творение он доставляет нам повелевая восходить солнце и падать дождю как ему угодно то чашу от сотворения он назвал своею кровью от которой он орошает нашу кровь и хлеб от творения исповедал своим телом которым укрепляет наши тела когда же чаша растворенная и приготовленный хлеб принимает слова Божие и делается Евхаристии тело и крови Христа от которых укрепляется и поддерживается существо нашей плоти то как они иеретики говорят что плоть непричастна дара Божия то есть жизнь не вечной плоть питается телом и кровью Господа и есть член его книга 5 глава 2 пункт 2 3 страница 449 святой Ефрем Сирин учит у кого есть око веры так ясно и светло созерцает владыку и с убеждением совершенной веры вкушает тело непорочного агнца единородного сына небесного отца немало не вдаваясь в пытливость о вере Божией Будь и сам и сам господь Святой Иоанн Заталус особенно убедительно учит о святом причащении. Какой пастырь, говорит он, питает овец собственными членами? На что я говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел этого. Но сам питает нас собственной кровью и через все соединяет нас с собою. Действие этого таинства, говорит еще Иоанн Заталус, совершается не человеческой силою. Тот, кто совершил их тогда на той вечере, и ныне совершает их. Мы занимаем не служителей, а освящает и притворяет дары сам Христос. Том 7, страница 827. Блаженный Августин, говоря о словах Спасителя, сказанных о причащении его плоти и крови на тайной вечере, спрашивает. Неужели железнет кто-нибудь сказать, что слова сие не относятся к детям? Веруем, что из-за младенцев пролил кровь свою Господь, который прежде нежели пролил ее, повелел преподавать ее в таинстве, когда говорит, сие есть кровь моя. Я же за многих изливаемое во оставление грехов. Опыт догматического богословия, том 4, страница 526. Святой Иоанн Дамаскин с особенной ясностью учит о святом причащении, когда говорит, «Хлеб и вино свят не образы тела и крови Христовой, да не будет, но самое обоженное тело Господа. Ибо сам Господь сказал, сие есть тело мое, а не образ тела. Сие есть кровь, а не образ крови». Книга 4, глава 13, страница 252. В постановлениях апостольских и древнейших литургиях мы также находим ясные указания на веру всей Церкви в прессуществлении евхаристического хлеба и вина в истинное тело и в истинную кровь Иисуса Христа. В литургии апостола Якова священодействующий, например, молит Бога, «Да не спас лед все святаго своего духа на предлежащие дары, дабы пришать святым, благим и славным своим наитием, осветил хлеб сей и сделал святым телом Христа Твоего и чашу сию, драгоценную кровью Христа Твоего». В чине литургии, находящемся в постановлениях апостольских, в этом чине находится молитва священнослужителя к Богу о том, «До милостиво призрит он на предлежащие перед ним дары сии, и не спошлет на жертву духа своего святаго, свидетеля страстей Господа Иисуса, якогда покажет хлеб сей тело Христа его, а чашу сию кровь Христа его». Такие же молитвия находятся в совершаемых на литургиях святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста. Православные учения святом Причащении подтверждены на многих вселенских и поместных соборах, на первом, третьем, шестом, седьмом вселенских соборах, на соборах анкирском, ладикийском и других. На шестом вселенском соборе, ввиду появившегося в армянской церкви обыча употреблять при евхаристии одно лишь вино без воды, сделано следующее постановление. До сведения нашего дошло, что в армянской стране, совершающей бескровную жертву, приносят на святой трапезе единое вино, не растворяя он его водою. Но святые отцы предали присоединять к вину воду, когда належит совершать бескровную жертву, указуя на соединение крови и воды из причистого ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога, истекшее к оживотворению всего мира и ко искуплению от грехов. И во всех церквах, где сияли духовное светило, сей богопреданный чин совершается. Ащи же, кто епископ или пресс-фитер творит, не по преданному от апостола в чину и воду свином не соединяя, всем образом приносит причистую жертву, да будет извержен, яко несовершенно, таинство возвещающий и преданные нововведениям повреждающий. 6-го Вселенского собора, правило 32-е. О смешении хористического вина своей водой учат постановления апостольские святой Иустин, святой Иериней, святой Киприян, Иоанн Златоуз, Василий Великий, святой Иоанн Дамаскин, святые соборы, Карфагенский, 419-й, правило 46-е. Трульский, правило 32-е. В посланиях восточных патриархов так изложено православное учение о таинстве и причащении. Веруем, что всем священнодействием и хористе присутствует Господь наш Иисус Христос, не символически, не образно, не при избытком благодати, как в прочих таинствах, не одним наитием, как это некоторые отцы говорили о крещении, и не через проницание хлеба, так что Божество Слово входило в предложенный для ифористских хлеб существенно, как последователи Лютер довольно неискусно и недостойно изъясняют. Но истинно и действительно, так что по освящению хлеба и вина хлеб предлагается, присуществляется, преобразуется в самое истинное тело Господа, а вину притворяется и присуществляется в самую истинную кровь Господа. Еще веруем, что сие есть истинная и умилостивительная жертва, приносимая за всех благочестивых, живущих и умерших. И, как сказано в молитвах таинства сего, преданных церкви и апостолами по повелению Господню, за спасение всех, повергаясь преднизреченным милосердием Христа, дающего верующим плоти кровь свою для оставления их грехов и получения вечной жизни. Помни, и ты, православный христианин, слова святого апостола Павла, кто будет есть хлеб, си или чашу Господню, недостойно пить, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. А то многие из вас немощные и больны, и немало умирает. 1 Коринфянам 11, 27, 30. Тягчайшему наказанию, говорит апостол Павел, поверен будет тот, «Кто попирает Сына Божия, не почитает за святыни кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет». Евреям 10, 29. О святом покаянии или исповеди. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, и оттого будет разрешено на небе. Матфея 18, 18. Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 22. Многие же изумировавших приходили к апостолу Павлу, исповедуя и открывая дела свои. Деяния 19, 18. Покаяние или исповедь, есть такое таинство, в котором законный пастырь Церкви Христовой, властью данной ему от Бога через святительское рукоположение, прощает кающемуся грешнику его грехи и ощущает от них благодати Святого Духа. Еще в Ветхом Завете Господь научал людей через избранных мужей необходимости покаяния для прощения грехов. Если он, человек, виновен в чем-нибудь из сих перечисленных выше грехов, говорит Господь Моисею, и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех и очистит его священник. Левитам 5.5, числа 5.7 Не следите из поведения грехи твоей, учит все раха 4.30. Скрывающий свои преступления, говорит премудрый, не будет иметь успеха, а кто сознает и оставляет их, тот будет помилован. Притча 28.13 В Ветхом Жозавете мы видим живые примеры покаяния грешников и прощения их грехов. Так, например, когда Господь поразил проказы Мариам, сестру Аарона, за несправедливые упреки Моисею, а Аарон обратился с покаянием к нему и с просьбой о молитве за него пред Богом. И сказала Аарон Моисею, Господин мой, не поставь нам во грех, что мы поступили глупо и согрешили. И возопил Моисей ко Господу, говоря, Боже, исцели ее, числа 12.11. Исповедовал свой грех перед пророком Нафаном Давид, когда умер в Лурии, и взял себе жену его, Версавию, и получил через Нафана же прощение от Господа. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду, Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. 2 Царство 12.13. И покаялась пред Едра и все общество, возвратившихся из плена израильтян. Едра 10.10. Взявших себе жен и наплеменниц, и получила прощение греха своего. Нееме приносил Богу покаяние за себя и за народ свой, когда молился, исповедуясь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Нееме 1.6. И был услышан Богом. Обреченный Богом на погибель многогрешен народ Неневии, покаялся в грехах после обречения пророком Ионою, и был помилован. Иона 3.10. На рубеже Ветховой Нового Заветов, последний из пророков, больше изрожденный женами, Иоанн Креститель, начал свою проповедь словами «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся крестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои». Масея 3.2. «Призывом к покаянию начинает свои проповеди Господь наш Иисус Христос, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1.15. «К тому и призвали людей святые апостолы. Покайтесь, — говорили они, — чтобы загладить грехи ваши». Деяние 3.19, 2.38, 17.30 «Как таинство, в котором прощаются грешники грехи его, покаяние установлено Христом после воскресения его. Но обещано было святым апостолам гораздо раньше. Сперва оно было обещано апостолу Петру, а потом и всем апостолам. Когда апостол Петр впервые исповедовал Христа Сыном Божиим, он сказал ему, «И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16.18. Очень скоро после этого Христос обещал дать эту же великую власть, вязать и разрешать грехи всем апостолам. Когда, говоря о нераскаянном грешнике, нежелающем слушать увещания трех свидетелей, сказал, «Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея 18.17. Это обещание дать власть апостолам, прощать или оставлять на согрешающих их грехи, Христос торжественно исполнил после славного воскресения своего, когда, явившись своим ученикам, сказал им, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав сие, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого!» «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20.21. Из дальнейшей истории, основанной Христом Церкви, видно, что святые апостолы не только связывали грехи людей, как, например, грех коринфянского кровосместника, которого апостол Павел предал сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. 1 Коринфянам 5.1. Или, например, предал сатане имени и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофея 1.20. Но и прощали грехи, как, например, того же кровосместника, 2 Коринфянам 2.10. Или тех верующих, которые к нему приходили, исповедуя и открывая дела свои. Из всего изложенного ясно видно, что с одной стороны само основание и существование Церкви Христовой тесно связано с таинством покаяния. Так что где нет этого великого таинства, там нет и святой спасающей Церкви. А может быть только общество грешников, не имеющих возможности никогда смыть грехи свои. С другой стороны, таинство покаяния возможно только в истинной Церкви Христа, где есть пастыри ее, преемники власти апостолов, через рукоположение их, получившее благодать Святого Духа и великую власть, прощать людям их грехи, власть, какой не имеют и ангелы Божии. Без таинства покаяния нет и спасения, ибо, как говорит апостол Яков, все мы много согрешаем, едва. И потому нуждаемся в очищении от грехов, так как в Царство Божие не войдет ничто нечистое. Каяться нужно духовно, то есть в душе, пред Богом, а не пред грешным человеком. Давид пред Богом каялся и получил прощение грехов. «Поминуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, загладь беззаконий мои» Псалом 50, 3. «Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконий моего. Я сказал исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего» Псалом 31, 5. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь» 2 Царств 12, 13. Прежде всего нужно заметить, что само слово «исповедовать» не значит думать или молиться про себя, а значит говорить, объявлять, поведать, рассказать. Почему и слова Писания и исповедовать грехи? 1 Иоанн 1, 9. Не значит каяться в них мысленно, в душе своей, в уме только, а значит открывать, объявлять их перед кем-либо, чтобы он знал, ведал про них. Затем все приводимые сектантами места Священного Писания вовсе не говорят о том, что не нужно покаяния видимого перед поставленными Богом пастырями церкви. Эти места Священного Писания взяты из Ветхого Завета, когда еще не было и не могло быть таинства Святого Покаяния, ибо оно установлено Христом только уже в Новом Завете, когда в силу крестных заслуг Спасителя Ему дана была всякая власть на небе и на земле. 28, 18. Матфея. «И когда Он передал власть прощать грехи людей, Своим ученикам сказал им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20, 21. «Потому ты и каялась в Ветхом Завете во грехах непосредственно Богу, что тогда еще не было таинства священного покаяния, ибо еще не было посредника между Богом и людьми». Ев 9, 33, 1 Тимофея 2, 5. «Но и то не всегда». Так, например, мы уже знаем, что Аарон и Мариам каялись в грехе перед Моисеем, в числе 12, 11. А Давид перед Нафаном, 2 Царь 12, 13. Последнее местописание, где говорится о покаянии Давида, свидетельствует не в пользу сектантов, а против них. «Ибо не Богу, а Нафану, сказал Давид, согрешил я пред Господом. Не сам Бог, а Нафан, от имени пославшего его к Давиду, Бога, сказал ему, «Господь снял с тебя грех твой». Он же, Нафан, объявил Давиду и наказание за грех и Петемию, сказав, что незаконный сын его, рожден от Версави, умрет, что и исполнилось. Таким образом, для Аарона и Мариам и Моисей, а для Давида, пророк Нафан, в действительности были их духовниками. Но главное это то, что, как сказано, все приведенные сектантами места Писания против Иисуси, предпастырями Церкви, взяты из Ветхого Завета, когда не было и самого таинства покаяния. Ибо это таинство, как и сама Церковь, которую Христос приобрел кровью в Своей Деянии 2038, установлено им уже в Новом Завете после славного Его Воскресения. Сам Христос указал, что обращаться о прощении грехов нужно непосредственно к Богу, когда, например, учил молиться «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Матфея 6,12. Непосредственно от Бога получили прощение грехов «Расслабленный» Марка 2,5 Грешница Лука 7,48 Мутарь Лука 18,13 и Разбойник на кресте Лука 23,43 И эти все примеры прощения Христом грешников не говорят против Истоги пред священнослужителями Церкви Христовой, так как все случаи прощения Христом грешников и слова молитвы Господней были до времени усыновления Таинства Священного Покаяния еще до страданий Христа за грехи мира. Пока Христос пребывал плоти на земле и жил среди грешных людей, Он сам упрощал их грехи, а когда основал Церковь и вознесся на небо, дал эту власть пастырем Церкви. А о том, что за прощением грехов нельзя обращаться к поставленным для этого им, самим людям, Христос и не мог учить, ибо людям же, святым апостолам, Он сам сказал, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Матфея 18, 18, 18. Ведь людям, хотя и апостолам, сказал спаситель, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна 20, 23. Это научили и апостолы. Так, когда Симон Бог хотел за деньги купить власть через разложение рук, не заводить на людей Духа Святого, апостол первый сказал ему, сердце твое неправо пред Богом, и так покайся всем грехе и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Деяние 8, 21, 22. В словах апостола Петра сказанных Симону Голхво совсем не видно того, чтобы каясь и должно Богу непосредственно без пастырей церкви. В его словах видно только обличение Симона в грехе кощунственно думавшего, что власть преподавать людям благодать Святого Духа можно купить за деньги. В его словах видно также указание на необходимость для Симона молитвы и покаяния перед Богом для прощения его дерзкого греха. А как должен был Симон получить это прощение непосредственно от самого Бога или через исповедь перед святыми апостолами? Об этом не говорится здесь ни слова. Никаких посредников между Богом и людьми не нужно, ибо апостол Иоанн учит, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса праведника. Он есть у новостивления за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна 2 1 2 Точно так же апостол Иоанн в приведенных словах говорит только о том, что Христос есть в новостивлении и ходатай за грехи всего мира, то есть христиан, евреев и даже язычников. Но вовсе не говорит о том, как в частности каждый отдельный человек, как он получает прощение своих личных грехов, после одной лишь молитвы к Богу об их прощении, или после исповедей перед поставленными Христом пастырями церкви. Апостол Павел тоже знал, что один ходатай на небе за все человечество Христос, Сын Божий, но считал спасительным для себя ходатайство за Него перед Богом и людей, как об этом он пишет Коринфянам, выражая полную надежду на то, что Господь, не раз избавлявший его от смерти, еще и избавит. При содействии, говорит он, ваши молитвы за нас. Дабы задорованные нам похотатайству многих, многие возблагодарили за нас. Второе Коринфянам 1.10 Сектанты таким образом приписывают и навязывают святым апостолам такое учение, которым они никогда и никого не учили, и не могли учить. Не могли же апостолы отказать от той власти, какая им дана была самим Христом для спасения людей, и не исполнить того, что Он им повелел. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Иоанна грешников грешников такими ходатайами и являются прежде всего Богом поставленные пастыри церкви, обязанные дать ему отчет за своих духовных овец. В Евангелии сказано «Кто может прощать грехи кроме Бога?» Лука 5.21 Когда были сказаны эти слова книжниками фарисеями, тогда, конечно, никто из людей не мог еще прощать именем Божьим грехи, ибо они говорили это до установления таинства покаяния. Но кто теперь повторяет их слова, тот уподобляет себя неверующим врагам Христовым. Не может быть покаяние людей пред священниками, ибо не может грешник прощать грехи такому же грешнику, как и он. Он сам нуждается в прощении грехов. Это верно, что священники такие же грешные люди, как и все, ибо никогда не было, нет и не будет человека безгрешного. Смотри, Якова 3,2,1,1,80. Без греха только один Бог. Откровение 15,4. Но он сам по бесконечному милосердию своему дал людям лица апостола великую власть, силу святого духа оставлять или отпускать грехи, когда сказал «Примите духа святого». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Яна 20,23. Эту же самую власть получили через апостольское рукоположение, и теперь продолжают получать преемники апостолов, епископы, а через них рукоположение и пресвитеры церкви. Деяние 20,28. «Ведь и чистый священник не своей собственной чистотой привлекает духа святого, но все совершает благодать». Том 8, страница 590. Ян Златоуст. «Не своей власти пастырь отпускает людям грехи, а власти даны им от Бога. Как люди пастыри все грешны, почему тоже исповедуют, как и миряне свои грехи перед другими пастырями. Но им дана благодать священства, и сокровище сияние носят в глиняных сосудах. Что преизбыточная сила была приписана Богу, а не им». 2 Коринфян 4, 7. «Вот почему они имеют такую власть, какую не получили и ангелы. Ибо никому из ангелов не сказал Христос «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это Он сказал людям, святым апостолам и их преемникам, пастырям церкви, поставленным для совершения святых». Исианам 4, 12. «Какими люди делаются только через очищение себя от грехов в таинстве покаяния». «Право прощать грехи дано было только апостолам, которым была дана и власть твои чудеса. Так как теперь апостолов на земле нет, то прощать грехи может только один Бог, а не священники, которые чудес-то никаких теперь не совершают. Как неверно то, что каяться даже только непосредственно перед Богом, так ложно и то, что власть прощать грехи принадлежит одним лишь апостолам, потому что они были безгрешны и чудотворцы. Апостолы не считали себя свободными от грехов. Все мы, говорит апостол Яков, много согрешаем, 3-2. Если говорим, мучит апостол Ян, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас 1-1.8. Власть прощать грехи дана апостолам не за их святость, а дана по любви и милосердию Божию грешным людям, для их спасения. Дана для того, чтобы люди, согрешающие вследствие испорченности их природы, могли очищать себя от грехов. Понятно, что эта власть дана не одним апостолам, а их и их законным преемникам, епископам, а через них и пресвитерам церкви, о которых всех и сказал Спаситель. Я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28.20. Ибо во все дни в церкви Христовой будут и грешные люди. Матфея 13.24.30 и 26.40. Не одни одиннадцать апостолов получили право прощать грехи. Мы видим, что избранный по жребию на место предателя Иуда Матфей получил всю полноту апостольской власти, следовательно, и право прощать грехи. Принял злебие их апостолов в служение. Деяние 1.20.25. Видим, что и к апостолу Павлу многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Деяние 19.18. что сперва он отлучил, а потом простил коринфского кровосместника. 1. Коринфян 5.3, 2. Коринфян 2.10. Известно, что и Тимофей, как и епископ, имел судить власть и обречать не только мирянство грешивших, но и пресвитеров. Обвинение на пресвитерах пишет, Ему апостол Павл принимай при двух или трех свидетелях, согрешающих, обличая пред всеми, чтобы прочие страх имели. 1. Тимофея 5.18. Наконец, мы знаем, что Христос поставил в церкви не только апостолов, но и пастыри к совершению святых. Ифесянам 4.11. А святыми людьми делаются тогда, когда очищаются от грехов благодати Святого Духа в таинстве покаяния. Если бы епископам и пресвитерам церкви не принадлежало право отпускать грехи, потому что слова, кому простить и грехи тому простятся, сказаны одним апостолом, то не имели бы епископы и пресвитеры право учить, крестить и совершать преломления. Ибо только апостол сказал Христос, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Только им один сказал Господь о причащении тела и крови Христовой, сие творите в мое воспоминание. Лука 22, 19. Но из священного Писания мы видим, что учить, совершать крещение, преломление и творить суд над грешниками составляло не только право, но и обязанность преемников святых апостолов. Епископ, говорит апостол Павел, должен быть учителем. 1 Тимофея 3, 2. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1 Тимофея 5, 17. Им принадлежало право и крестить. Так некто она не крестила апостола Павла, Диане 22, 16. Филипп, научив вере во Христа Евнуха, приказал остановить колесницу и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его, Диане 8, 26. Преемникам апостолов дано право совершать преломление до скончания мира. Всякий раз, говорит апостол Павел, не бывший на тайной вечере, но совершавший преломление. Диане 20, 11. Когда вы едите хлеб сей и пейте чашу сию, смерть Господней возвещаете, доколе он приидет. 1 Коринфянам 11, 26. Святой апостол Павел не был среди 11 апостолов в то время, когда они получили непосредственно от Христа право прощать грехи. Однако и к нему многие из веровавших приходили исповедуя и открывая дела свои. Диане 19, 18. Не был там и епископ Тимофей, судивший однако грехи грешников не только мирянные пресвитеры в церкви. 1 Тимофей 5, 19. Но сектанты, отвергая власть законов епископов и пресвитеров церкви Христовой отпускать грешникам из грехи, сами позволяют своим незаконным уже пресвитерам совершать крещения, преломления, браки, позволяют им учить себя, хотя на все это никто никогда не давал им права. Нужно каяться не перед священниками, а пред каждым христианином, пред которым мы особенно согрешили, как и учит апостол Яков. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Яков 5, 16. Приведенное место священного Писания говорит против самих же сектантов, ибо слова апостола Якова «Признавайтесь друг перед другом в проступках», как это видно из предшествующих слов святого апостола, говорят о необходимости признания в грехах именно перед пресвитерами. Раньше апостол говорит «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его иллием во имя Господне, и молитва веры и ценит болящего, и восставит его Господь, если он соделал грехи и простятся ему». Яков 5, 14. Сказал, что по молитвам пресвитеров болящий исцелится и получит прощение грехов, апостол далее говорит, что христиане не скрывали перед пресвитерами грехов, а признавались в них друг другу. Стих 16. То есть пресвитерам, если больной не исповедует грехи перед пресвитерами, то и не получит прощения, ибо не зная грехов больного, как пресвитер простит их ему. Вот почему апостолы велит признаваться в грехах друг другу, разумея здесь больного и молящихся о нем пресвитеров. Святой Иоанн Затаус так объясняет рассматриваем места слова апостола Павла «Вы, болящие, исповедуйте пред пресвитерами согрешения ваши, а вы, пресвитеры, молитесь за болящих». Слово о священстве 1.3 Следовательно, слова «Друг перед другом не говорят об исповеди умерян, а об исповеди перед пресвитерами церкви, по моторам которых больные получают прощение грехов». Каждый человек может простить грехи другому человеку. «Прощайте друг другу, как и Бог во Христе простил вас» Ефесянам 4.32 «И еще прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим Матфей 6.12 для всякого понятно, что здесь разумеется не прощение грехов в смысле уничтожения их, а прощение людьми для мира взаимных обид и оскорблений, как необходимые условия получения прощения грехов от самого Бога. «Спаситель учит молиться прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, а затем еще прибавил, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6.12 и Марк 11.25 Эти слова Христа и выше приведенные апостол Павла Эфесянам 4.32 показывают, что если христиане желают получить прощение грехов от Бога, то должны прежде примириться с людьми, которым имеют какую-либо вражду или которыми они обижены. Матфея 5.23 Как учит в другом послании апостол Павел «снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Колоссиным 3.13 Вот в каком смысле нужно понимать слова Христа «прости нам долги наши», как и мы прощаем должникам нашим. И слова апостола Павла «прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть нужно понимать в том смысле, что если мы других не прощаем, то они сами будучи злыми, не получим прощения от Бога.